привет друзья сегодня у меня на обзоре lexus lx 570 и это наверное уже третий или четвертый обзор на канале у нас был бензиновый у нас был дизельный автомобиль и на этот раз все та же старая машина только в новой версии херри тейч вообще обзор можно разделить условно на три части первая конечно посвящена непосредственно вот lexus lx 570 версии херри тейч вторая часть так как мы будем находиться в техцентре я хотел бы спросить у специалистов у людей которые через руки которых прошли сотни наверное даже и тысячи подобных автомобилей какие слабые места вылезли у этой модели за это время вообще я не буду садиться за руль этого автомобиля и это третья часть нашего обзора впервые взяв машину на тест-драйв я не проехал за рулем ни одного километра передвигался исключительно с водителями исключительно на заднем диване так вода воск пена моет только для обзора потому что будете говорить машина грязная машина сверкает можно делать обзор в принципе здесь вся история повторяется с lexus superior обзор есть у меня на канале заняло всего шесть минут и там мы обсудили что на машине собственно говоря что меняется появляется губа спереди губа сзади что-то мелочь какая-то по порогам черные зеркала и другая фронтальная решетка здесь абсолютно та же история только теперь называется херри тейч новый lexus lx heritage херри тейч это просто для того чтобы люди которые не уверены в том что им нужен lexus lx именно сейчас и ждут каких-то спецпредложений акций или выхода новой модели чтобы их подстегнуть что вышла эксклюзивная серия и вот пора ее купить потому что действительно прикольно купить машину в эксклюзивной комплектации насколько эта история эксклюзивная и стоит ли весь этот обвес тех денег которые просит lexus в отличие от обычной версии мы узнаем чуть позже мы придем на сервис и прицениться ко всем деталям по отдельности и попробуем посчитать стоимость относительно базовой стоимости lexus lx ну и конечно проблемы остаются все те же самые весь этот обвес он снижает геометрическую проходимость я уже рассказывал о том что когда на такой машине паркуешься передом или задом над сугробом машина в итоге оседает вниз и может поломать свой пластик жесткий например обмерзший снег но в принципе выглядит достаточно красиво хотя есть еще еще более дорогая версия которая называется black vision то есть это херри тейч который еще ко всему прочему не имеет хрома такая забавная деталь которая изначально тоже была внесена кстати в обиход людьми которые на старых бмв не знали как бороться с облевшим хромом и этот хром просто делали черным а здесь получается похожая история ребята из lexus решили что упускает свои деньги и давайте мы будем продавать то что люди делают на своих машинах а с другой стороны закатать в так называемый антихром прямо от производителя это еще один способ уйти от гарантийных обязательств потому что все мы знаем что хромовые детали на всех автомобилях и lexus не исключение со временем покрываются неприятными моментами коррозии от реагентов от дорожных реагентов ну а в остальном все проблемы которых у lx не так уж и много в принципе как у любого lexus потому что основной козырь для lexus это надежность остались прежними остались бытовые мелочи например такие как обмерзающие щетки потому что на машине представляете который стоит больше 8 миллионов нет подогрева на лобовом стекле вот у вас на hyundai есть да она lexus lx нет поэтому щетки обмерзают даже если не направлять теплые потоки воздуха на стекло все равно обмерзает все появляется лед здесь и когда только я еще забрал эту машину меня встречали на ней в аэропорту мы стояли в диких пробках были снегопады мне пришлось отбивать эти щетки убивая с них большие куски льда но с другой стороны опять-таки на другой стороне медали это все-таки внедорожник он большой он рамный он полноприводный и на нем я чувствую себя себя даже пассажиром гораздо увереннее чем на машинах которые ехали на которой я смотрел из заднего окна как-то свысока но с экстерьером в принципе все понятно давайте сейчас отправимся в то листюнинг прицениваться к деталям ну и потом узнаем про какие-то недостатки этого автомобиля в формате статистики ну и конечно расскажу вам с места пассажира с заднего дивана и Субтитры сделал DimaTorzok 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 И он урок с пробегом 980 тысяч И то она вышла из строя По вине не квалифицированных Механиков Прошла бы свой миллион Вся эта дорога Они из масляного фильтра Выкинули пластиковые Ступы и у него сжал И из-за этого Потерят давления На масле, да Параллельно есть моторы Которые проходят и 200 и 300 тысяч Идут на капремонт Сразу же прогорает, зависает форсунка у него, и из-за того, что постоянный распыл идет, сгорает поршень. И на этом получается детонация. Двигатели, если обслуживать форсунки, мыть радиатор, менять вовремя топливную систему масла, я думаю, что эти двигатели, они чугунные, наверное, чугунные двигатели вряд ли кто-то делает. И Мерседес, и БМВ, наверное, все от этого ушли. Я думаю, что и Тойота их больше делать не будет. Эти двигатели реально могут отслужить миллион километров. И пример у нас уже такие были. Все двигатели под ремонт, 90% это перегрев двигателя, люди не моют радиатор, двигатели просто переигрываются. И потом вот эти рассказы, Эллен Крузер уже не тот. Эллен Крузер не тот, но я двигатель за 5 лет ни разу не мою. Не двигателя, а радиатора я никогда не мою. Там сняли, а там вот такой слой ваты, там пуха, грязи, он просто не охлаждается. Валер, что скажешь по слабым местам ЛХ, которые прошел, допустим, 3 года служил уже после гарантии? Да, давайте оттолкнемся больше от пробега и служил кому и где. 3 года и 100 тысяч, как правило, выходят и строят ступицы передних подшипников. Стоечки стабилизаторов, там кончики резинок и сами втулки. Работа сама копеечная и детали тоже. Вот к 100 тысячам не больше. Ну это звучит как реклама, Валера. Такое впечатление, что на 100 тысяч больше ничего не ломается? На 100 тысяч, да, больше ничего. Хочется, но не ломается. Давай поднимать планку на 200 тысячах. Вот, 200 тысяч. Вот 200 тысяч. Я даже там уже, могут проблемы начаться и на 150 тысяч. 200 тысяч, это рычаги верхние будут сменены точно. Возможно, уже будут сменены рычаги нижние. Могут быть проблемы с катализатором. Ну, вы сами знаете про это. Хотя это все сейчас, скажем так, если так можно сказать, серый дилер это обходит путем перепрошивки на Евро-2. Ну, когда машине уже 200 тысяч, это уже больше трех лет и гарантии уже не особенно волнуют, поэтому... И передний редуктор, и раздаточная коробка, и АКПП, и задний мост очень крепкий. К 200 тысячам могут запотеть амортизаторы. Ну, и потребовать некоторые замены, но в отличие, скажу так, от немецких брендах, их можно менять по одному. Это вот планка 200 тысяч. Задний редуктор, если вы не упустите сальники, они... Заднему служит под 500 тысяч пробега и далее. Надо раз в три года запасочку откручивать. Обязательно она от реагентов... Закирсает. Закирсает. Да, гидро. Да, я специально говорю, все говорят, пневмы. Здесь никакой пневмы нету, давайте опустимся вниз. Сами амортизаторы гидравлические. Имеют демпфера, которые... Вот здесь вот пневма, в простонародье игруши, они называются гидроаккумуляторы. Они демпфируют жидкость, там, скажем, в системе. Нужно обслуживать датчики контроля высоты. Каждые 100 тысяч желательно разобрать, очистить от реагента все, собрать обратно. И, в принципе, они тоже 200-300 тысяч входят. Амортизаторы, я вам сказал, по опыту нашего ремонта, потому что у нас машина с большими пробегами, начинают запотевать между 150 и 200 тысячами. Вот у нас датчики контроля высоты, гляньте, в каком они видео уже. Там скапливаются реагенты, они клинят, отрываются, туда попадает жидкость соль. Просто их надо обслуживать. И все. Это регламентно нигде нету. Надо обязательно каждые 10 тысяч шприцовать карданы. Высохнут, разобьем шлицы, приведет к замене кардана. А КПП, обращу внимание, если кто-то берет машину не вот новую, а на вторичном, скажем так, рынке, у нее в техдоке нет регламента замены. Но я рекомендую каждые 80 тысяч менять, осматривать каждые 40, а каждые 80-100 тысяч менять масло полностью путем замещения. И, обращаю внимание, масло только оригинальное. Toyota VS, никаких там моделов, ликвимоли, сюда лить нельзя. Это залог того, что она вам отдаст свои там 500-600 тысяч. Тормоза же слабые изначально здесь очень. Тормоза мы сейчас, если посмотрим другую машину снизу, да, тормоза на этой машине далеко не самые лучшие. Потому что здесь у нас мы видим четырехпоршневой суппорт. Мы их меняем у себя, кто понимает, в этом толк на шестипоршневые. Ставим увеличенный радиус тормозного диска и толщик. В заднем мы меняем плавающие, одна поршневая на четырехпоршневые. Ставим армированные шланги. Это все, это пластик для города более чем, так как вы еще защищены там. Но кто на ней будет лазать? С другой стороны, это какие-то дебильноватые блогеры лазили, видимо, на меня. Потому что я не понимаю, кто на ферристрейнге мог залезть в грязь. Мы сняли защиту. С такими губами спереди. Когда ты берешь машину в такой версии на тест, ты подумаешь, что ты делаешь. Возьми обычный базовый LX, попробуй его. Просто взять такую версию на больших колесах с таким обвесом и на ней залезть в грязь так, что у нас отсюда куски вывалились отформованные из-под защиты, пластмассовые. Но это же реально. Это не очень умно, скажем так. Ну вот, к сожалению, таковые суровые будни российского автоблогинга. И вообще, в принципе, эксплуатации машин. Ну, ты сейчас можешь рассказать мне про стоимость обвеса? Можем сейчас пройти посчитать, да? Чтобы понимать, стоит ли покупать вообще Heritage или стоит купить базовый LX, например, и в него вложить какие-то улучшения. Я, например, точно знаю, что я бы сделал тормоза сразу. Да, поэтому сейчас я покажу на машине, где там Superiore. Сейчас сравним Superiore и приценився. Возможно, у кого-то уже есть LX, и он хочет себе вот такой вот сделать так. И мы расскажем, сколько это стоит. Так, это решетка, да, которая нам нужна? То есть, есть несколько вариантов решеток? Решетка. И вот разберем 12-й черный Black. Это с полем. Кому сильно надо, могут сделать зум, посмотреть парт номера. Да, и вот. А решетка тоже TRD? Или TRD только вот эти губы перед зад? Там все. Все TRD? Все передо. Так, это у нас получается 231 тысяча. Это за что? Это за спойлер. Губа, так называемая она же. Одна. Да. Передняя, задняя? Это перед. То есть, это передняя губа стоит 231 тысячу. А сколько стоит решетка? Сейчас. Нижний спойлер. Спойлер. И нижняя часть. Это у нас получается 231 тысяча. И сколько там, смотри, я с вами? 107, по-моему, да? Ну да, надо их поставить вместе рядом и посмотреть. Потому что, на первый взгляд, для меня, как обывателя, ну, примерно все одинаково. У нас в России просто такой версии нет, что было и Superior, и Black Vision. А в Эмиратах как раз эта версия есть. Они делают Superior и Black Vision вместе. Но он же дизельный еще. Он называется, у них-то, мне название не помню, но, по-моему, в Эмиратах дизельных машин-то нет, они все бензиновые. Ну, вот это же дизель. Это дизель. Это просто сборная солянка здесь, которая есть. Получается, да. Superior. Фонари отдельно поставили. И Black Vision, и еще и дизель. Рамки окон черного цвета сделали. Ну, вот он Black Vision, да. Рейлинги черного цвета тоже. Ну, это такая мечта дизелистов, то, чего им не хватало, да, всем, по своей сути. Ну, наверное, условно. Ну, и плюс, что вот самое главное здесь сделано, это армаза. Теперь они... Теперь они нормальные. Теперь их можно сравнивать, да, там, с Avenger Rover, SMS AdWords. Я же говорю, первое, что они сделаны из алюминиевого сплава, из авиационного. Они монолитно ставятся по системе болтом. Шесть паршневых сплава, четырех сзади, армированные фланги и тормозные диски увеличенного диаметра и толщины. Ребята, вот сейчас мы смотрим на три автомобиля. Это Heritage, напоминаю, синего цвета. Это оптика задняя от Black Edition, хотя это Superior. Это скомбинированный автомобиль энтузиаста, и про него будет у нас отдельный обзор на канале. То есть, по сути, здесь набраны все те элементы, которые человек хотел набрать в базовую машину и сделать ее не только вот визуально, но и технической частью. Это самое интересное. Ну и вот, опять-таки, практически базовый автомобиль. Вот сейчас у нас визуально есть полное сравнение. То есть, здесь у нас Superior, а здесь у нас Height Edge. По конструктиву спойлера здесь к губе самой, еще к низу, снизу крепится спойлер. Здесь это сделано из целиковой части. Тут это чуть шире, тут это чуть уже жабры. Ну, по сути, вот, да, отличается решетка и отличается передняя губа, задняя вообще не отличается. Остальное, ну, какие-то уже мелкие детали. Черные зеркала здесь и там абсолютно одинаковые. Ну, и самое интересное, если вы хотите сделать Height Edge из своего обычного LX 570, о Superior мы разговаривали, я давал все парт номера. Теперь мы поговорим о том, сколько стоит Height Edge, да, сколько его сделать. Назову основные цены, это решетка порядка. Речь идет, естественно, только об оригинале, мы не будем говорить, сколько не оригинал стоит, он может и 10 рублей стоит. Об оригинале, решетка порядка, там, 230 тысяч стоит, нижняя часть губы порядка 70 тысяч стоит, но тут еще очень много. Вот эти все элементы, хрома, вот эта нижняя юбочка, вот эта вот пластиковая, там, перемычка, это все вот эти отдельно. Порядок цены, надо ориентироваться, в зависимости от курса доллара еще, он сейчас сильно скачет, закладываться надо на 500 тысяч рублей. Ну, то есть, если говорить… Это передняя часть. Да, то вот решеточка стоит, как Kia Rio, а нижняя часть стоит, как ВАЗ-2110 и так далее. То есть, все переводится в разные малолитражки бюджетные. Конечно, это юмор, но в целом надо понимать, что меньше полумиллиона, наверное, не получится сделать такое. Передняя часть, да, если еще делать заднюю часть, если делать там молдинги, молдинги там, да, водить фонари, то можно и к миллиону прийти. Диски, естественно, естественно, и диски. Да, кстати, мы же забыли про диски. То есть, если в оригинале мы делали пару раз машину, цена где-то под полтора миллиона рублей, чтобы прийти к полностью идентичности к Heritage или же, допустим, к Superior. Ну, и здесь как раз появляется та самая идея, которая… Вот, знаете, были такие люди раньше, которые говорили, не хочу механику, хочу автомат. И сколько будет стоить поставить автомат на мою машину? И всегда об этом говорили, что надо продать ту и купить следующую с автоматом. И купить следующую с автоматом. То же самое лучше сделать. Ну, наверное, можно поставить что-то неоригинальное, но это уже будет совсем другое, это на усмотрение. Неоригинальное – это другое, это мини, это цена уменьшится более чем в два раза, если составить что-то неоригинальное. Но надо отдать себе отчет, что зазоры будут немножко другими. Придется бороться. Качественно, да, придется играться, но вы сэкономите более чем в два раза, а то и в три раза от оригинальной цены. Но самое главное сделать вывод, что Heritage, Sub-Superior – это просто внешний вид. Вот более ничего в машине, там настройки другие, тормоза, двигатель – все абсолютно одинаково. Если вам это нравится – you're welcome. И вот как раз у нас сейчас повод снять отдельное видео про эту машину, потому что у нее сделан ряд доработок. Кроме того, что мы сравнили просто обвес Superior и Heritage. И чуть позже я расскажу вам, как я себя ощущал на заднем диване в путешествии по ближнему и дальнему Подмосковью на этом автомобиле. А следующее видео отдельно про эту машину, которую можно назвать, по сути, самым навороченным в техническом плане LX. Я думаю, что в техническом плане это в России, наверное, номер один. Это будет отдельный обзор, поэтому смотрите тоже его на канале. Продолжение следует... Ну и обзор не был бы полным, если бы я вам не рассказал о ходовых характеристиках Lexus LX 570. Но в связи с тем, что у меня на канале есть как минимум три обзора LX этого поколения, и дизельного, и бензинового, где я рассказываю вам абсолютно все – про мощность двигателя, про динамику, про собственные ощущения за рулем. Смысла повторяться нет, потому что, конечно, это, по сути, старая конфета в новой обертке. И так как мы с вами уже поговорили о деталях, которые позволяют превратить любой Lexus LX 570 определенными доработками и вложениями в эксклюзивную версию, в данном случае версию Heritage, я хочу рассказать вам про ощущения человека на заднем диване, где, собственно говоря, и нахожусь. И много дел, которые я мог делать на заднем диване, в руках телефон, планшет, ноутбук, и не терять время, потому что московские пробки – это, конечно, очень большая потеря времени. Вот я себя ощутил таким прямо бизнесменом, который сзади может наслаждаться и комфортом, и дальними дорогами. Теперь отчасти понимаю тех людей, которые выбирают эту машину как средство транспорта для передвижения с водителем. И я еще больше понимаю тех людей, которые сзади дорабатывают место пассажира для того, чтобы оно было более комфортным именно для дальних поездок. И, конечно, кто-то из зрителей сейчас скажет, что для того, чтобы комфортно ездить, для того, чтобы задний диван тебя устраивал, нужно покупать лимузин. Но, учитывая то, что передвигаемся мы не по самым качественным дорогам, и вот эта машина проехала несколько тысяч километров по ближнему и дальнему Подмосковью, за это время, конечно, неоднократно удалось избежать и каких-то колдобин, ям. Естественно, машина повыше, и комфортно не только пассажиру, но и водителю, потому что лучше видно. Высоко сижу и далеко гляжу. Но все-таки я не могу не упомянуть ряд недостатков, которые раньше, как ни странно, не замечал, потому что, ну, собственно говоря, и на заднем диване я был только с точки зрения сделать какие-то пару фотографий, может быть, снять камеры, но вот так, чтобы ездить, чтобы сидеть здесь долго, конечно, я многие моменты не отмечал. Несмотря на то, что тут есть массивный и удобный подлокотник, в котором есть, казалось бы, все, что надо человеку для комфорта, это подогрев двух сегментов заднего дивана, это вентиляция, опять-таки, двух сегментов заднего дивана, и раздельный климат-контроль, то есть климат-контроль делится здесь на четыре зоны. Потом есть прекрасные шторки в задних дверях встроенные, которых вполне хватает, отличная альтернатива тонировке, но чтобы вам не было скучно, мы сейчас находимся на какой-то провинциальной заправке, сзади происходит заправочный процесс, поэтому я оставлю шторку открытой. Но все-таки, если говорить о комфорте заднего дивана, есть ряд нюансов. Один из них, это то, что вот так я могу вытянуть ноги, но это максимум. Кресло переднего пассажира сдвинуто максимально вперед. Вот ноги я, ну, то, чтобы вытянуть, конечно, наверное, не получится, хотя я невысокий человек, но все равно вот места, не скажу, что не хватает, его не так много. Кроме этого, периодически, когда если кто-то, допустим, сел спереди и прокатился, я несколько раз ездил на переднем кресле и, естественно, отодвигал для себя его комфортно. После этого, когда я сажусь опять сюда, на задний диван, и, соответственно, места для ног остается мало. Мне приходится выходить, обходить, опять отодвигать. То есть, вот таких вот лакшери опций, как, например, сдвинуть пассажира вперед для того, чтобы вытянуть ноги, их здесь нет. Более того, если я могу регулировать подушку заднего дивана отдельно, индивидуально, каждый вот слева и справа, для того, чтобы увеличить объем багажника или, наоборот, его уменьшить, для того, чтобы дать место для ног, то спинку я могу регулировать исключительно где-то вот там, поискав среди жесткого пластика, погремев замком ремня, найти такой достаточно грубый пластиковый рычаг и вот вся его регулировка. То есть, я могу его либо откинуть, либо вот так сидеть вертикально, либо вот пара положений, это максимальное для того, чтобы откинуться. То есть, комфорт заднего дивана по меркам дорогого автомобиля, который, в принципе, конечно же, не лимузин. Многие скажут, надо лимузин покупать, чтобы вот все у тебя это было. Но я говорю это к тому, что, наверное, это еще одна из возможных версий для LX, которые, опять-таки, производитель Lexus, как производитель, теряет эту нишу, отдавая ее разнообразным тюнинговым ателье. Когда едешь в дальние поездки, конечно, начинаешь думать о том, что чем-то себя развлечь. Например, хочется снять чехол с монитора, который находится здесь на подголовнике. Но вот так просто взять его и снять отсюда не получится. Я пытался его демонтировать, поднимал вверх, а потом понял, что для того, чтобы его снять, нужно оттянуть резинку снизу или сверху. Я опять запутался. Словом, нужно сделать вроде бы простую манипуляцию, но для того, чтобы понять, как это работает, нужно изрядно повозиться. Вот такой олиповатый чехол открывает нам не менее олиповатый монитор, который при ближайшем рассмотрении даже не удается включить, потому что у нас есть, безусловно, вот здесь в центре подлокотник. В подлокотнике есть пульт, который управляет монитором. Но если монитор включить, то мы получим информацию о том, что нужно что-то сделать, произвести какие-то действия с центрального головного устройства для того, чтобы им пользоваться. Ну и так как это всегда происходило в дороге, я думаю, что и как большинство людей, которые брали эту машину на тест-драйв, в итоге я убрал пульт, назад надел этот чехол, на этот монитор, который, повторюсь, не очень хорошего качества, потому что видны засветы немного на экране, так как разрешение у него, я думаю, так себе. Ну и, собственно говоря, о мультимедии на этом пришлось забыть. Ну и раз уж мы говорим о мультимедии, стоит вспомнить про головное устройство, которое управляется джойстиком, типичный для Лексуса предмет, который управляет тачскрином и нет, приходится управлять этим джойстиком. И многие говорят о том, что он неудобный, он некомфортный, к нему долго привыкать, но на самом деле звучит это странно, особенно в устах тех людей, которые попробовали много автомобилей, потому что управлять этим джойстиком, ну, буквально там за полчаса можно привыкнуть отлично, и он достаточно удобен. Причем я ездил на многих Лексусах и легко привыкал либо к тачпэду, либо к джойстику. Но джойстик, если это даже и беда, то это полбеды. Основная беда в том, что мультимедийное устройство на Лексус ЛХ стоимостью больше 8 миллионов рублей, оно очень примитивное. И здесь нет элементарных функций, ну, даже таких, которые сейчас, собственно говоря, все ставят в бюджетные, но современные автомобили. Например, в первую очередь, это поддержка мобильного устройства при помощи CarPlay либо Android Auto, когда вы можете транслировать свои карты, свои пробки, свою информацию на штатный экран вашего автомобиля. Здесь это не работает. Для того, чтобы это работало, нужно подключать какие-то дополнительные сторонние устройства, а если машина еще гарантийная, соответственно, на гарантии такие вещи делать не очень хорошо, можно лишиться гарантии, как минимум, на электрическую часть. Экран хороший, возможности его использовать для того, чтобы расширить его функционал, при помощи сторонних устройств тоже можно. Непонятно только, почему нужно это делать при помощи сторонних устройств. Так же, как и непонятно, собственно говоря, основная третья часть нашего обзора, почему владельцы многих LX, которые передвигаются на заднем диване, вынуждены заниматься своим собственным комфортом. И вот я почему об этом говорю? Потому что версия Heritage в данном случае это дополнение, которое Lexus сделал для того, чтобы не терять свой кусок пирога, свою долю рынка в автомобилях с каким-то там, ну, мелким тюнингом, каким-то эксклюзивом, который позволяет продавать, по сути, старую модель, ну, давать такой своеобразный триггер, позыв для покупки машины человеку, который думал-думал купить, и вот вышла эксклюзивная версия, и он принял решение, все беру. Точно так же можно было бы делать, задуматься о версии, которая была бы предназначена для человека, который ездит с водителем на этой машине. Ну, сделали бы, например, версию президент. Почему нет? И в этот же президент можно было бы легко поставить диван, допустим, от Lexus LS. И в условиях производства, конечно, это не очень просто, но даже если это делать на каком-то дополнительном производстве, после уже того, как машина сошла с конвейера, все равно эти машины пользовались бы спросом, и это, я думаю, что дало бы определенный всплеск продаж для вот людей, которые вынуждены были бы делать какой-то колхоз самостоятельный, но делать этого не хотят. Вот такой, друзья, у нас получился импровизированный тест-драйв с заднего дивана вместе с сравнением комплектаций обычного Lexus LX и эксклюзивных, очередной эксклюзивной версии. Ну, и, как говорится в известной песне, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok